Индия поставила жирный крест на МИГе Армии и войны Военные технологии 7 февраля 8.1 Индия поставила жирный крест на МИГе Истребители корпорации не нужны ни в России, ни за ее пределами Андрей Полунин Комментарии просмотров 73405 На фото, в цехе сборки истребителя МИГ-29К Слежкуб в российской самолетостроительной корпорации МИГ Фото, Марина Лысцева слеж ТАС Материал комментируют Виктор Мураховский дели недоволен низкой надежностью корабельных истребителей МИГ-29К и МИГ-29К Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству ФСВТС Дмитрий Шугаев Контракты на поставку были заключены еще в 2004 и 2010 годах Более четырех десятков машин, они все уже там От индийцев с 2017 года начали поступать просьбы об обеспечении более высокой надежности Рассказал Шугаев По его словам, российской стороной были приняты все необходимые меры В частности, проведена работа по повышению надежности двигателей, радаров и отдельных приборов Наиболее уязвимых при эксплуатации в условиях перегрузок При этом Шугаев дал понять, что проблема еще и в недостаточном мастерстве индийских летчиков Надо учитывать особенности эксплуатации индийскими пилотами и тот факт, что пилотирование палубных самолетов требует более высоких навыков Отметил он Напомним, в ноябре 2018 года Индия заявила о намерении отказаться от использования МиГ-29К «Слешкуб» Замена российским самолетом будет выбрана в ходе тендера, в котором собрались участвовать США, Франция и Швеция Читайте также Графитовые бомбы, ядерные самоделки Украина обсуждает, как Россию наказать Киев грозится проверить надежность российской ПВО Как писал в декабре еженедельник «Звезда» Индийские военные отзывались о МиГе как о машине, которая пронизна проблемами В частности, у них имелись претензии к качеству планера, системе управления и тренировочной программе-симулятору Больше всего проблем наблюдалось с силовой установкой Вследствие чего с февраля 2010 года из-за заводского брака и с эксплуатацией изъято 40 двигателей Приземление на палубу авианосца выглядит как жесткая посадка, приводило издание мнения индийских летчиков Самолет нуждается в частом ремонте Из-за таких посадок постоянно проявляются структурные дефекты А ведь еще недавно казалось, что замены МиГам нет и не предвидится Как рассказывал гендиректор российской самолетостроительной корпорации РСК МИГ Илья Тарасенко Обслуживание МиГа на всем жизненном цикле дешевле примерно на 25%, чем у зарубежных конкурентов Поэтому нашим партнерам понятно, почему стоит закупать эту машину Все хотят сэкономить, но при этом иметь боевой самолет, который по своему функционалу приближен к пятому поколению Уверял Тарасенко Но Дели попытался экономить еще и на спичках на техническом обслуживании самолетов по истечении гарантии По контракту, его необходимо было оплачивать отдельно, но индейцы предпочитали делать это самостоятельно По словам Дмитрия Шугаева, Объединенная авиастроительная корпорация ОАК Настоятельно предлагала индейцам создать технический центр по обслуживанию МиГов в послегарантийный период В 2018 году ОАК передала индейцам проект рамочного контракта по техническому содействию в эксплуатации МиГ Но и после этого дело не сдвинулось с мертвой точки И вот индейцы снова МиГами крупно недовольны Снова, потому что в 2011-м Россия уже проиграла крупнейший оружейный тендер на поставку Индии 126 единиц среднего многоцелевого боевого самолета На доллар 10 миллиардов, на который выставляла МиГ-35 Выиграл контракт века французский На Дели, нынешний отказ Индии от МиГ-29К Сильно снижает шансы продать их еще кому-нибудь в мире Российским ВКС эти самолеты тоже не особо нужны И это ставит под вопрос само существование РСК МиГ История с МиГами очень простая Чтобы поддерживать истребители в летной готовности С российской стороной нужно заключать контракт на сопровождение их в эксплуатации Отмечает полковник Запаса Член экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский И теперь вопрос закрыт Если индейцы не хотят контракта Они будут разбираться с самолетами сами Надо понимать За пределами гарантийного срока за обслуживание самолетов надо платить отдельно Это стандартная практика После завершения гарантийного интервала вопрос с обслуживанием остается на усмотрение покупателя Он может либо заключить контракт с поставщиком от техническом сопровождении Либо разбираться с техникой самостоятельно Второй вариант из соображений экономии предпочитают многие юго-восточные страны Они заключают контракт на сопровождении эксплуатации с левыми фирмами Потом, как правило, происходит катастрофа или авиапроисшественные И поднимается крик о ненадежности российской техники Замечу, в области гражданской авиационной техники никто не посмеет Не имея соответствующих сертификатов от Boeing или Airbus Участвовать в таком сопровождении и техническом обслуживании А вот в отношении военной техники Особенно с российскими корнями Это зачастую практикуется иностранными государствами В результате, экономят они копейки, а получают стойкую головную боль СП, индийцы сейчас действуют по этому сценарию? Конечно, и это следствие менталитета индийцев Кроме того, нынешние маневры еще и следствие смены руководства страны Напомню, что в сентябре 2017 года премьер Нарен Драмади провел масштабные перестановки в своем правительстве И новым министром обороны впервые со времен Индиры Ганди стала женщина-бывшая министр торговли и промышленности Нирмала Сидхараман 17 января 2018 года в ходе посещения авиабазы Джадхпур в штате Раджастан женщина-министр даже героически слетала на истребители Су-30МК российского производства конечно, в качестве пассажира Этот эпизод, на мой взгляд, тоже говорит о некоторых особенностях нынешнего индийского руководства СП, неудачи с поставками МиГ-29К слежкуб в Индию подрывают позиции российского концерна на мировом рынке Подрывают, конечно, что тут скрывать Но вместе с тем надо понимать работы, которые проводились внутри самой корпорации по созданию перспективных изделий оказались явно недостаточными Читайте также Пентагон предложит узбекам и казахам поменять калашников на М-16 Америка мечтает вытеснять Россию с рынка оружия Центральной Азии Тот же МиГ-35 вызывает массу вопросов Так, вряд ли удастся существенно снизить заметность самолета, не изменяя радикально его планер Использование же только самых современных покрытий недостаточно для перевода самолета в следующее поколение Кроме того, МиГ должен иметь сверхзвуковую бесфорсажную скорость А для этого необходимо улучшить двигатель СП, ВКС России, можно сказать, прочно пересели на самолеты сухого Почему МиГ оказался на обочине? Возможности сухого значительно больше Концерн делает самолеты на любой вкус У вас много денег и много понтов, вот вам Су-35 Поменьше денег подойдет Су-30СМ Надо модернизировать имеющийся Су-27 Или провести его капремонт, пожалуйста Как говорится, любой каприз за ваши деньги Возможности МиГа в этом плане гораздо скромнее СП, значит ли это, что МиГ как марка истребителей может не сохраниться? Что производство МиГов закроют за ненадобностью? Трудно сказать У нас такие решения принимаются с учетом внутриполитической обстановки И необходимостью обеспечить социальную поддержку населения Чисто бухгалтерски здесь невозможно предсказать будущее Военные новости Испытания Посейдона подтвердили его дальность и скорость военной технологии Восточный ветер Кинжал и циркон против Честера-Немеца и Джеральда Форта